Отметьте, пожалуйста, за их блокнот, задание номер 12. Вот прям отмечайте кружочками. Проект «Работа с памятью» был создан благодаря фонду «София». Желающих принять участие в тренингах оказалось немало. Фонд «София» выиграл грант на проведение дистанционного курса поддержания памяти людям после 60 лет. Ну и нам, как говорится, выпала такая честь. Мы организовали, людей подготовили. Бабушки у нас стали очень организованы после этих занятий. Они стремятся, они хотят. И постоянно спрашивают, когда это будет, вы нам напоминаете. Специалисты говорят, память требует постоянной тренировки. Только в этом случае человек может рассчитывать на то, что сохранит хорошие умственные способности на долгие годы. Например, игра в шахматы или разгадывание кроссфордов способствует собранности, активности и внимательности человека. Мы со временем, конечно, по своей жизни, мы просто уже чего-то забываем, уже хуже соображаем. Поэтому так ты вроде всё знаешь. А посмотришь, такие заговористы бывают вопросы, что и не всегда отвечаешь сразу. Поэтому это очень интересно, конечно. Даже для развития, для продолжения, для поддержки тонуса жизненного. Я считаю, что это очень правильно. Светлана Емельянова придерживается девиза «Движение – жизнь». Каждый день она проводит с пользой. Ходит в бассейн, занимается скандинавской ходьбой. И память свою решила тоже улучшить. Выделила время для работы над ней и нисколько не пожалела. Мне нравится пока. Есть очень сложные, даже трудные задачи. Но вот я прошлое домашнее задание решала целую неделю. Каждый день чего-то не получалось у меня очень такое... Но потом всё-таки просветлилось, просветление ума пришло и решила все задачи. Впереди у обучающихся ещё много занятий для улучшения памяти. Главное, что пожилые люди ходят в Центр Вера с большим удовольствием. Ведь они понимают, что хорошая память и постоянная работа головного мозга – один из секретов долголетия. Татьяна Брылова, Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Видное ТВ.